Доброго времени суток! Вы на одном из лучших технических каналов в канале компании АвтоСтронг. Лучший сервис, огромное количество запчастей и мы осуществляем быструю доставку. Мы продолжаем работать с большим количеством ваших комментариев и сегодня мы разберем мотор от Opel 1.7 DTI, разработанный компанией Isuzu. Все дизельные моторы объемом 1.7, которые ставились на Opel, являются разработкой японской компании Isuzu. Они начали свое существование аж в 1990 году и прекратили в 2014 году. Разумеется, эти двигатели неоднократно усовершенствовались, но их рабочий объем 1686 кубических сантиметров, диаметр цилиндра 79 миллиметров и ход поршня 86 миллиметров оставались неизменными. И данный мотор 1.7 DTI снят с Opel Astra G 2002 года с пробегом 260 тысяч километров. Этот мотор с индексом Y17DT представитель первой большой модернизации, который перешел с предкамерного впрыска на непосредственный. У него электронный распределительный насос Denso 16-клапанная ГБЦ без гидрокомпенсаторов. Этот двигатель и все его компоненты достаточно надежны и не будут вызывать никаких проблем при правильном его обслуживании. Но некоторые болячки все же у него есть. Чтобы было интересно и вам и нам, мы выбрали мотор с косяком коленвала. Здесь очень скромный люфт коленвала. Что самое интересное, этот мотор как-то бегал, а его маховик слезал пару миллиметров блока. Это топливный насос, это электронный блок его управления Denso. Он установлен не на самом насосе, а на блоке двигателя. Соответственно, он подвержен всем внешним факторам, перепадам температур, вибраций и так далее. У него имеется заводской дефект пайки. Эти дефекты проявляются под воздействием всех неблагоприятных факторов. Обычно двигатель просто перестает заводиться. Эта проблема решается пайкой умелых электронщиков. И еще один косяк. Вот это жгут проводки, который соединяет этот блок с ТНВД. И он может быть просто пропитан соляркой, потому что солярка идет по нему как по капиллярам. И это признак течи клапана опережения впрыска. И вот эта солярка появляется из неисправного клапана. Его надо менять на новый. Вот это все масло появилось через текущий сальник гуляющего коленвала. И у нас блестящий результат, как будто мы сейчас находимся на заводе. И только что в эту ГБЦ установили эти распредвалы. В приводе ГРМ ремень он приводит движение впускной распредвал, а впускной распредвал путем двух шестерен приводит движение в выпускной распредвал. Это клапан EGR, здесь он вакуумный. Чистота – это залог здоровья любого мотора. Здесь все чисто, значит мотор жил некогда прекрасной жизнью. Еще обратим внимание на одну красоту. Чистота в канале охлаждающей жидкости. Это говорит о том, что здесь использовался качественный антифриз. И мы пока не понимаем, когда у этого мотора пошло что-то не так. Это теплообменник. Нередко на этом моторе пробивает прокладку теплообменника и масло смешивается с антифризом. Об этом можно узнать, заглянув в расширительный бачок. Жидкость там будет очень черная. Справедливости ради надо сказать, что это очень хорошая ситуация. Сажа здесь сухая, ее мало и она не закупоривает каналы. А теперь вернемся опять к топливному насосу. Это произведение компании Denso. Вот это клапан опережения впрыска. Как мы и говорили, если он начинает течь, то солярка по жгуту попадает в блок управления. Как мы видим, здесь он уже сопливит. То есть эта проблема уже началась. А также внимание на этом насосе требует дозирующий клапан, который иногда выходит из строя. И требуется замена его на новый. Итак, встречаем турбину с нашего мотора. Это турбина Mitsubishi. Обычно она вопросов не вызывает. Не вызывает она вопросов и сейчас, потому что у нее нет никаких люфтов. Вот это масло, оно точно не из турбины, а оно накапывалось с нашего мотора. Под штуцерами обратки находятся медные шайбы, которые периодически нуждаются в замене. Здесь установлены форсунки Delphi, как учат нас говорить наши комментаторы. Как и любые другие форсунки, они не любят некачественное топливо. Ходят достаточно долго, но если с ними что-то случится, то ремонт будет стоить очень дорого. Поэтому проще купить форсунки в компании «АвтоСтронг». Итак, распределы у нас в блестящем состоянии. В прямом смысле это касается и кулачков, и шеек. Форсунки в этом двигателе установлены в гильзах-стаканчиках. Эти гильзы уплотнены двумя резиновыми колечками, которые далеко не вечны. Когда они рассыхаются, то масло попадает в антифриз. Как мы и говорили ранее, здесь нет гидрокомпенсаторов. Тепловые зазоры здесь регулируются не путем подбора вот этих стаканчиков, а путем подбора вот этих шайб. Как мы говорили? На расстоительном размере. Прямо полотно. Правиль recession, вы Thousand Rewis Ровно. Время начисленات ситуации стаканчиков иФ FEVumpa10. у нас выявляются первые нюансы. В цилиндрах HON присутствует, но мы видим свежие потертости на стенках цилиндров. Можно предположить, что потертости это результат движения нашего коленвала, но при его движении мы не чувствуем движения поршней. В поддоне мы не увидели ничего криминального, кроме вот этих полумесяцев. Это уплотнительные кольца. Их отсутствие позволяет коленвала перемещаться в продольном направлении. Мы видим, что в этот мотор лазили, то есть снимали поддон, потому что здесь присутствует небрежное нанесение герметика. То есть герметик у нас здесь не заводской. В мотор лазили, меняли вкладыши, плохо собрали, полумесяцы вылетели, коленвал начал гулять продольно и верхним вкладышем поршней. Все. То есть они протерты до меди. Графитовое напыление стерто, но это было в прошлой жизни нашего мотора. А вот эти задиры, они образовались из-за того, что мотор плохо собрали. Что касается колес, то они здесь в превосходном состоянии, чистые, как новые, потому что они новые. Их, скорее всего, меняли. По-моему, тут сразу видно, какими руками ремонтировался этот мотор. Только что мы нашли автограф автора этого восхитительного ремонта. Состояние коренных и шатунных шеек, естественно, у нас вызывают очень большие подозрения. А коренные вкладыши имеют очень нетипичный износ. Вот здесь должны были стоять те самые полумесяцы. Похоже, жизнь их повращала вместе с коленвалом. То есть сделаем вывод, что этот мотор собрали очень плохо и он застучал коленвалом. Вывод, ничего нет лучше заводской сборки. Так что не капитальте моторы, а приезжайте за вашими моторами в компанию «АвтоСтронг». Это реклама. Мы заранее знали диагноз этого мотора. Еще бы такой грохот просто нереально не услышать. Мотор умер из-за того, что в него влезли кривыми руками. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши соцсети, ставьте большой палец вверх. Заходите на наш сайт, покупайте только хорошие запчасти. Следите за нашим мегапроектом с BMW EBIT и CRUSHIN. И пишите в комментариях, какие моторы вы хотели бы видеть в наших следующих выпусках. Спасибо. С вами была компания «АвтоСтронг».